Доброго времени суток, подписчики и гости канала. Вашему вниманию хотелось бы предоставить обзор двух модов GPS для игры Farming Simulator 22. Первым на очереди мод Guidance 7. У него масса возможностей, которые мы с вами сегодня рассмотрим. Для использования мода его необходимо сначала установить. Для этого заходим в загружаемые материалы и включаем отображение всех модов. После поиски пишем Guidance и находим наш мод. Зайдя в мод, мы можем увидеть описание и внизу будет кнопочка установить. Поставив мод, открываем наш сейф и включаем его. Дальше загружаем карту. Мод можно использовать только на той технике, на которой он был установлен. Поэтому при покупке техники необходимо его добавить в конфигурацию, выбрав установку системы GPS, которая будет дополнительно стоить 15 тысяч долларов. Если у нас техника была куплена ранее, то мы можем приехать к сервисному центру и поставить этот мод дополнительно за те же 15 тысяч долларов. На технике с установленным GPS появляются три иконки в правом нижнем углу. Пользоваться модом несложно. Сейчас мы рассмотрим основные настройки мода, которые позволят нам максимально качественно и ровно обрабатывать наши поля и делать новые. Поставим модульную технику, приехав к полю, включаем GPS, нажимая на комбинацию клавиш Alt-C. Первые две иконки стали синий, модуль включен. Дальше нам необходимо настроить и подготовиться к обработке поля. Нажимаем на комбинацию клавиш Ctrl-S и открывается окно настроек. Причем определяем ширину нашей жадки, плуга или другого приспособления для обработки полей. Для этого нажимаем кнопку автоширина или комбинацию клавиш Alt-R. Выставлять ширину необходимо под каждый тип оборудования. Далее переходим во вторую вкладку и выставляем теперь линию. Выбрав линию A плюс B, нам нужно будет поставить точку в начале поля и в конце поля. После система вычисляет на основе этих данных наше поле и показывает нам линии для удобства обработки его. Для установки начальной точки необходимо использовать кнопку установить точку A или горячую клавишу Alt-E. Для установки конечной точки, когда мы к ней доедем, необходимо будет использовать кнопку установить B или горячие клавиши Alt-E. Тип линии A плюс угол дает нам обращенную систему настройки и позволяет с текущей позиции указать только угол. Угол указывается по отношению к карте и как правило это или 0 или 90 градусов, хотя могут быть поля и под другими углами. Указав угол, система нам пересчитывает линию с нашими параметрами. Если требуется корректировка, то мы можем сменить наш угол. Для установки начальной точки, с которой считается угол, нам необходимо будет нажать кнопочку установить A в точке, откуда планируется старт, или комбинацию Alt-E и ввести угол, по которому мы будем ехать. Тип линии A плюс направление самый простой вариант, и он автоматически выставляет линию от точки A, которую мы указали в направлении, куда смотрит наша техника. Для установки начальной точки, нам необходимо будет выставить технику в нужном направлении и нажать кнопочку установить A в точке, откуда планируем старт, или комбинацию клавиш Alt-E. После выбора удобной системы построения линий, мы можем вручную по ней начать обрабатывать поля или использовать круиз-контроль и включить систему автоподруливания по GPS. Для включения системы автоподруливания, нам необходимо будет выставить технику в исходную позицию и в меню включить автоподруливание, или нажать горячие клавиши Alt-Plus-X. После чего, на панели в правом нижнем углу, мы увидим индикатор синий, это значит, что система автоподруливания включена. Также полоска загорится зеленым на линии, идентифицируя, что система автоподруливания работает и может по ней ехать. Дальше включаем технику и наше приспособление до обработки поля, и включаем круиз-контроль. Наша техника поедет по подготовленной линии и при необходимости будет сама выравнивать курс. Таким образом, наши поля станут максимально ровными и мы оптимально можем их обрабатывать. Порой после определения линий необходима ручная подстройка. Для этих целей нажимаем Alt-Patch-Up и Alt-Patch-Down. Для точной подстройки при необходимости повернуть угол, нажимаем Alt-End. Также у мода есть возможность настройки визуального отображения линий. Можно включить-выключить их, сделать их нитиром или выставить высоту, по которой они будут отображаться. При желании можно сохранить настройки как линию для себя, а также как линию для всей фермы. В втором случае ее смогут пользоваться другие игроки. Все необходимые комбинации клавиш этого мода можно посмотреть в настройках. Листаем самый низ, видим название мода и смотрим комбинации клавиш. Второй мод, который хотелось бы рассмотреть, Welcome Control Added. Он чуть проще и не требует дополнительной установки оборудования GPS на нашу технику. Для установки мода заходим в загружаемые материалы и в поиске выбиваем Welcome Control. После открываем мод и нажимаем кнопку установить. Для работы с ним также необходимо включить перед первым запуском сейва или началом новой карты. Зайдя на ферму и съем на технику, нажимаем горячие клавиши Ctrl-C. И мы открываем меню настроек, в котором увидим массу дополнительных подстроек, включая автоматический поворот камеры, настройки управления техникой, отрисовки маркеров и другие возможности. Также, находясь в этом меню, нажимаем кнопку определить ширину или на клавиатуре горячую клавишу X. И мы выставляем автоматически ширину по установленному оборудованию. Или можем ввести вручную ее в поле рабочая ширина. Настройки в этом меню достаточно провести один раз. И дальше туда особой нужды влазить не будет. Дальше мы будем управлять техникой, используя горячие клавиши. Также у мода есть глобальные настройки, которые можно называть комбинацией Ctrl-Alt-C. Эти настройки позволяют более точно настроить мод под себя. Но в большинстве случаев достаточно этих настроек по умолчанию. В работе мод очень простой. Нам просто необходимо запомнить несколько комбинаций клавиш. Ctrl-Alt-W. Определить ширину установленного оборудования. Ctrl-W. Включить маркеры удерживания направления. Синий маркер, система переключена в режим работы с автоподруливанием. Белый маркер информационный. Автоподруливание включено. Ctrl-Плюс стрелочки влево-вправо. Более точная подстройка по полю. Alt-W. Сбросить настройки маркеров, после чего можно настроить заново. Это основные комбинации клавиш и возможности мода. При желании можно открыть настройки и посмотреть все комбинации клавиш. Для этого нажимаем Escape и выбираем назначение клавиш. В самом низу будет раздел мода. Там же можно будет посмотреть комбинации, если забыли. После того, как настроили мод, переходим к работе в поле. Приехав к полю, нажимаем Ctrl-Alt-W и определяем ширину нашей шатты. После выставляем технику ровно и нажимаем Ctrl-W. Перед нами нарисовалась линия, по которой будет ехать наша техника. Если мы хотим ее сместить чуть левее или правее, нажимаем Ctrl и стрелочки влево-вправо соответственно. Можно будет двигать нашу линию, чтобы выстоять максимально точно. После чего включаем оборудование и опускаем его. Нажимаем круиз-контроль и техника поедет по подготовленным линиям. После того, прошли первую полосу, разворачиваем технику и отправляемся на обработку поля дальше. Оба мода помогают нам выполнить основную задачу ровно линия без остатков. Первый мод более приближенный к реальности и требует множества приготовлений и дополнительных настроек. В тот момент, когда второй мод работает почти с коробки, без каких-либо дополнительных настроек. Если вы играете в большой компании, и части людей нравится один мод, другой части нравится второй мод, вы можете смело их ставить совместно в одной игровой сессии. Эти моды между собой не конфликтуют и могут работать параллельно. Если видео было вам полезно, то не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Также оставляйте комментарий, какой вам больше понравился мод и какие моды вы используете. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!